Вот такие инсталляции из мусора можно обнаружить вдоль всего русла реки Буралдай. И хорошо, если мусор после себя отдыхающий свалили в одну кучу, но чаще всего бутылки, пластик и остатки еды разбросаны по всему побережью. По неволе рождается в голове фраза, которая характеризует наших земляков «Отдохнул сам, не дай отдохнуть другому». Сотрудники Буралдайского филиала Сурдарья Туркестанского национального парка каждые выходные выходят в рейд вдоль реки Буралдай и ведут разъяснительную работу с отдыхающими. Однако и это видно невооруженным глазом, достучаться до разума людей не выходит. Регулярно мы проводим, но, естественно, человек должен сам привыкать к этому. Мы им скажем, что мусор и ветки не надо сломать. Но они все равно иногда бывают неадекватные. Когда отдыхать приходят, пусть сами знаете. Там чуть напьется и начинает. Бывает такие случаи. Справедливости ради стоит отметить, что плату за отдых на этой территории инспекторы взымают регулярно. А элементарные условия, например, мусорные баки, отсутствуют. Не говоря уже о туалетах. Неравнодушные к природе люди убирают за собой весь мусор и увозят к ближайшему контейнеру. Но таких в общей массе отдыхающих – единицы. Остальные предпочитают не утруждать себя. Кстати, здесь же стало популярным для горожан верховье Бурулдая в район слияния с Качкаратой под Большой Турой, если кто знает. Тут совершенно никто ничего не делает. Похоже, что и отдыхающие не особенно заботятся о том, чтобы здесь было чисто. Но про егерей, сотрудников нацпарка я не говорю. Они вообще говорят, что это не наша проблема. А это не наша проблема. Мы охраняем. Ребята, а что вы тогда охраняете? Возникает вопрос. Мусор уже стал глобальной проблемой человечества. Человек не только хоронит города в отходах, но и тащит мусор на природу. А в экосистеме все взаимосвязано. И загрязнение окружающей среды обязательно серьезно повлияет на все формы жизни.